и снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры главной темы данного видео будет интервью которое дал киосаян одному из российских каналов ну а мы с вами просто проанализируем те заявления которые он сделал в момент данного интервью кстати моменты очень интересные касательно некоторых из них я очень боюсь что армянство скором времени впишет киосаяна в черные списки черные списки купленных представителей армянства за нефтедоллары я не шучу надеюсь о вас заинтриговал вот этот видеоролик о котором пойдет речь но прежде чем мы приступим к прослушиванию данного видеоролика и к анализу тех заявлений которые сделал тигран киосаян в момент этого интервью я хочу сказать еще пару слов сегодня на моем канале вас ждет не только данный видеоролик но также и прямой эфир который я собираюсь провести в 22 часа 30 минут по бакинскому времени пожалуйста не пропустите в том самом прямом эфире мы с вами обсудим многочисленные темы которые скопились с момента моего последнего прямого эфира а тем скопилось немало кроме этого мы просто с вами пообщаемся более вживую что же еще хотелось бы сказать да кроме самого кроме самой ссылки на данный видеоролик с интервью с киосаяном я собираюсь загрузить под данное видео еще некоторые ссылки на статьи видео которые вы мне прислали я не я не могу сказать что все они будут связаны с данной темой но те статьи которые я размещу под данным видео тем не менее имеют я бы сказал не менее важную ее направляющую я не буду сейчас их описывать вы сами с ними ознакомитесь но поверьте мне они не менее интересны ну а мы с вами переходим непосредственно к тому самому интервью который дал тигран киосаян кино режиссер продюсер и телеведущий но армянство любит себе приписывать всевозможные таланты кроме этого среди этих этих данных талантов тигран киосаян старательно старается вписать и понятия политического и военного эксперта смешно не так ли впрочем давайте приступим к самому прослушиванию данного видеоролика приступаем подождите а армяне что только сейчас стали уезжать из так называемых территорий которые они когда-либо называли армении да нет дорогие друзья можно напомнить было бы еще со времен глубокой древности народность мушки которые бежали с балкан можно было бы напомнить фрикийцев можно было бы напомнить армян которые прекраснейшим образом жили на территории османской империи в частности шестеро армян имели титул пашей 20 армян по некоторым числам даже свыше 30 имели звание министра в правительстве османской империи тем не менее армянство любило жить подальше от тех территорий которые они затем начали называть своей своими исконными территориями не так ли ведь армяне начали проживать во франции на территории львова в частности это западная украина в россии задолго до так называемого геноцида армян если ошибаюсь вы можете меня поправить поэтому почему киосаяна решил заговорить что армяне сейчас стали покидать армению они всегда любили любить армению на расстоянии от нее любимый продолжаем прогноз от киосаяна оправдался и он заговорил о том что он предсказывал войну ну так а войне он неминуемой войне об операции деоккупации который обязан был провести азербайджан говорили многие причем здесь киосаян об этом говорили азербайджанские блогеры об этом говорили азербайджанские российские израильские турецкие американские европейские эксперты причем здесь мнение киосаяна об этом кстати говорил и владимир погасян все вы знаете эту личность которая занимала свое время немаленький пост и являлась советником президента по безопасности поэтому причем здесь киосаян продолжаем допускаю военные действия на территории армении допускать мог бы опять-таки политический либо военный эксперт но никак не журно но никак не телеведущий продюсер-режиссер не так ли это первый момент второй момент а зачем азербайджану ввести боевые действия на территории армении когда азербайджан озвучивал именно в открытую о своих претензиях на другие территории так назову которые армянство называть своими для азербайджана важно было выйти государственной границы азербайджана которая принята всем миром то есть вернуть территориальную целостность своей страны а при чем здесь армения причем здесь бои на территории армении хотя знаете на мой взгляд киосаян возможно намекает на то что армянство спровоцировала бы боестолкновения с азербайджаном тем самым заставив азербайджан перейти через азербайджана армянскую границу но тогда он выставляет армян радикалами не так ли все армянство выставляет радикалами продолжаем какие мысли эмоции вас возникали в этот момент потому что информация скрывалась как известно потому что люди мало что знали в война с информационарного премьера что вы могли создать лучше может быть у вас были какие-то связи по мне как выяснилось именно поэтому информационная война была выиграна информационная именно война в стратегии фактических заданий действий армейских соединений вот вы понимаете да он внеочередной раз за умными нам набором слов старается выставить себя неким уже военным экспертом неужели он заканчивал высшую военную академию что то я в этом сомневаюсь при генштабе россии потому что чтобы делать такие планы это нужно закончить высшую академию при генштабе россии смешно посмотрите как он переключается он запутался даже в собственных мыслях он не умеет здравомыслить в начале он начинал говорить о лжи которую распространял армянство затем переходит к отношениям россии и и азербайджана эти две темы никак не стыкуются друг с другом киасаян ну никак тем не менее давайте поговорим о взаимоотношениях россии и азербайджана а в чем он видит угасание уважения со стороны россии в сторону азербайджана на мой взгляд с начала двухтысячных как минимум ситуация в корне изменилась в частности в частности напомним киасаяну некоторые очень важные моменты крайне важные я подчеркиваю первый момент это железная дорога которая соединяет россию азербайджан и иран которая пошла в обход российского союзника армении и кстати что касается поднятия этой темы так тема поднималась еще чуть ли не при кочеряне это так напоминание во всяком случае об этом начинал ли уже озвучивать этот этот момент второе событие не менее важное это поставки российского оружия азербайджану что тоже крайне важно третий момент давайте поступательно буквально пройдемся по каждой лестнице россия промолчала о поставках белорусских полонезов азербайджану хотя в общем то россия должна была как то если она относилась бы как минимум с большим приоритетом в сторону армении то она должна была как то ну более радикально высказать свое мнение касательно поставок полонезов но ничего такого не было белоруссия спокойно поставляла нам полонезы и россия молчала это об уважении следующий момент следующий момент не менее тоже важный это ну назовем так продовольственно я война когда главы тире хозяева азербайджанских рынков в россии отказались принимать товары из армении скажите мне если в начале двухтысячных азербайджанские бизнесмены отказались принимать армянские товары к чему это бы привело думаю что как минимум многих азербайджанцев попросили бы на родину но ничего не произошло следующий момент это изгнание тире посадка многочисленных представителей армянской мафии на юге россии увольнение такого генпрокурора на самом деле банального преступника как чайки который крышевал армянский бизнес так с чего уже киасаян заговорил о неуважении к азербайджану тем более очень обширно сейчас не так давно праздновалось открытие памятника самбекским высотам который посвящен азербайджанской таганрогской дивизии об этом тоже киасаян почему-то умолчал продолжаем мне так кажется но кажется не об этом мы говорим о информационной войне которой конечно же ввиду давней подготовки профессионализма исполнителей нужно расследование артии количество огняки молодого человека забыть какое количество было дубликатов это это профессиональная очень действенная работа и мы все кто следил за этим мы жили в ощущении что хорошо бы что это все закончилось но катастрофического ничего там не происходит во-первых обратите внимание как он запутался в своих же умозаключениях но здесь очень важный момент все-таки к которому он подошел ничего катастрофического не происходит но для Киасаяна понятно что ничего трагического не могло происходить он проживает в москве но бои в джабраиле когда были уничтожена половина армянских вооруженных сил когда власти армении вынуждены были все-таки признаться в так называемом кавычках тактическом отступлении разве не было понятно что это не тактическое отступление это катастрофа Киасаян видимо этого не понял в тот момент но не смешно ли продолжаем вот вот ну если говорить по факту то конечно это был очень большой шок и удивление от того что почти за 30 лет не просто не произошло строительство армии да в Карабах в Карабахе системы безопасности и всего остального во многом благодаря этому проходил давайте давайте остановимся вот здесь значит на протяжении 30 лет не была создана армия в Карабахе а чьими территориями является Карабах и как там что-то могло формироваться разве Карабах кто-нибудь признал независимым чтобы там что-то то действительно чтобы там хоть какая-то работа могла кипеть то есть он говорит что там не были созданы мощные бандформирования если тем более исходить из высказываний того же самого Владимира Путина того же самого министра иностранных дел России Лаврова то есть Киосаян но очень обижает что на территории Карабаха были созданы более мощные бандформирования так получается дальше он начинает переходить к тому что Пашинян ну бородатый он именно обращается так к Пашиняну мол ничего толком не сделал но подождите я хочу напомнить Киосаяну выступление Сержа Сарксяна в 2016 году когда Серж Сарксян летя в самолете с одной из европейских встреч заявил о том что вооруженные силы Армении вооружены оружием конца восьмидесятых начала девяностых так так выходит надо доблагодарить за разрушение армянской армии не Пашиняна и даже не Сержа а Кучаряна и его прихвостни продолжаем это мое личное мнение и я буду называть этого человека или как я люблю больше могу назвать существо так то есть все они всех этих армян Кесаян оскорбляет в лице Пашиняна если я не прав пожалуйста оставьте комментарий по спорте со мной ну а мы продолжим подождите разве при Серже Сарксяне Манвел стал Манвелом это тот самый генерал Манвел которого очень часто называют тушенкой да нет это все произошло до этого это произошло еще во времена Кочаряна ошибаюсь поправьте продолжаем так тоже интересно Серж Сарксян и Кочарян породнила кровь мирных жителей города Ходжалов поэтому это два преступника не так ли это первый момент второй момент с каким уважением и трепетом данный в кавычках эксперт говорит о Кочаряне забывая что Кочарян расстреливал жителей Армении уничтожал армянский парламент угробил армянскую экономику распродав все заводы и передав их России за долги продолжаем так вне контактного поля вне контактного поля джабраилов район это была война танков в большей степени братья шуши брал азербайджанский горный спецназ при этом азербайджанские спецназовцы азербайджанские танкисты на протяжении уже многих лет брали первые места на всевозможных военных соревнованиях и это тоже есть многочисленные свидетельства не так ли продолжаем в 19-е годы была погубная война а сейчас я думаю процент 75-80 даже со стороны армении убитых ранено причем здесь со стороны армении разве азербайджан бомбил армению обратите внимание как он переворачивает факты ни один байрактар не падал на территории армении армении вот то что азербайджан шел вновь со временем и готовился к войне а армении вероятно почевала на лаврах по разным непонятным причинам при этом почевала на лаврах выходит с 1994 года я подчеркиваю то есть и во времена Кочаряна и во времена Сержа Сарксяна и во времена Пашиняна начиная с Ливона кстати совсем забыл ну конечно когда Пашиняну сокращают знаете бюджет и на 90% от того сокращают бюджет устроить столовой армейской ну получилось так получилось в конце этого откуда у армении деньги он дальше как раз таки заговорит о блокаде так откуда у армении деньги на содержание и Карабаха и вооруженных сил откуда деньги и в 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 Мы должны сделать выводы и уроки. Хотя, конечно, Россия не Армения, и в одном, и в каком плане, но... Когда началась блокада, было очень тяжело. А потом пришло ощущение, что... Смотри, как бы стали, амминистративную станцию, амминистративную, через Двунью, Казгу, и так далее, и тому подобное. Ну, и Армении показал, куда я живу. И вот в том пределе, что вот эти блокады и вот эти станции имеют длительный эффект. И, на мой взгляд, произошла страшная штука. Посмотрите, я деятельный человек. Я живу в Армении. И в Армении было масса деятельных людей. Просто, ну, их я знаю, люди просто, ну, слушай, тогда я говорила, да, да. Конечно, хорошо, а что там там... Так же не развитие. Тут есть блокады. Давайте остановлюсь. Значит, он приравнивает... Так или иначе, правда, попытался тут же себя подправить Россию и Армению. У России санкции, Армения в блокаде. То есть что-то общее все-таки есть. Блокады это тоже своеобразные санкции, только более глобальные. И вот здесь важный момент, крайне важный. Сколько в Армении проживает народа? Два миллиона, три миллиона. Два миллиона, около двух. Сколько в России проживает армян? Три с половиной миллиона. Как можно сравнивать Россию, где большинство россиян все-таки проживает именно в своей стране? Или он что, думает, что из России уедут сто миллионов, даже из-за санкций? О чем он говорит? О чем он говорит? Для того, чтобы говорить о той угрозе, о которой он сейчас продолжит говорить, об этом могло бы случиться, если большинство россиян проживало бы вне России, во Франциях, в США и так далее. Как это сложилось в армянском обществе, когда в Армении проживает меньшинство, нежели за границей. Смешно. Но давайте сейчас этот момент послушаем. Нет работы. Закрыты дороги. И вот с самого начала 90-х люди, которые понимают, что если они здесь, они не нужны своей семьей, потому что они тут могут прокормить. А у них есть силы, есть мысли, есть идеи, есть желания. Массовый порядок. Вот что это длило до сих пор? На наши дни. Стали уезжать из Армении. Абсолютно справедливо полагая, что мы сейчас закрепим все равно вместе в Москве, в Ленинград, в Санкт-Петербурге, в Иркутске, в Лусанжелусе, я не знаю, в Кирптауне, в Фанадии, в Иркутске. И будем помогать огромному количеству родственников. И у них получилось. Вот о деятельных людях, о деятельных людях, под деятельными людьми, кого он подразумевает. Мафию в Америке под названием армянская сила, мафиозные группировки, от которых плачет Германия, Италия и Испания, о чем он говорит, когда говорит о деятельных людях? Простой такой вопрос. Но давайте продолжим. Большинство ворующих. Там исходил разворот уже того, чего осталось. Это можно разворотачиться в зоне термонентных таких, ну, молчаливых военных действий, таких незаметных. А самое главное, появилась некая общность людей, к сожалению, и по их воле, которые вдруг ментально стали меняться, потому что блокады десятилетия за десятилетиями. Потому что при акции никакой-либо возможности работать бизнесом, ну, такого бизнеса работающего, понимаете, Игорь Чугловщикова, такого начала 90-х в России. Значит, Киасаян говорит о том, что все-таки блокада убивает Армению. Ведь армянство очень часто с нами спорило и говорило, что это не так. Что наоборот, это помогает Армении процветать. Мы все смеялись над этим, но теперь они это же самое могут услышать из уст мужа Маргариты Симоньян Киасаяна. Поспорьте теперь с ним. Без выхода из блокады будущего у Армении не будет. Об этом вам говорит Киасаян. Об этом вам кричит Киасаян. Не будет никакого будущего. Но давайте продолжим. Опять камень в сторону Украины. В отношении иждивенческой психологии. Я уже говорил, что большинство представителей армянства как раз таки и занималось иждивенчеством в различных странах мира. Почему я об этом говорю? Потому что, опять-таки, давайте с вами просто прокрутим в голове, сколько мафиозных группировок, тире воров среди армянства в различных странах мира. Вот вам и ответ. Но, знаете, раз здесь была поднята тема касательно выезда армян с территории Армении, я хочу еще сказать пару слов касательно этого момента. Хочу озвучить свое мнение. Ни для кого не секрет, что армянство претендует на южные земли России. Я не говорю про армянский народ. Но, как ни странно, блокада Армении необходима именно радикальному армянству для достижения своих целей. Почему практически Киасаян и ответил? Армяне начинают уезжать из Армении. Скажите мне, где большинство из армян тут же оседают? У большинства нету денег поехать в США. Нету тут достаточно финансов осесть в Европе. Север, на север России тоже едет крайне малое количество. То есть, все армянство постепенно заселяет территорию юга России. И вот здесь мы должны вспомнить в неочередной раз заявление представителей армянства, даже проживающего в России, касательно их претензий на Краснодарский край, на Кубань, на Сочи, на Адлер, на Армавир и так далее. На мой взгляд, я опять повторюсь, армянство использует блокаду радикального армянства для своих грядущих целей по созданию так называемой большой Армении. Сейчас некоторые скажут, но не могут же они настолько жестоко относиться к своим же армянам, убивая их экономически. Могут. Могут, потому что они уже это проделывали. И неоднократно. И во времена Османской империи, когда продали свою родину, прекрасно понимая, что тем самым простых армян точно подставляют под удар, под потенциальную угрозу, как минимум. Второй момент. Когда стали кричать о Мияцуме, это в конце прошлого века, 80-90-е, подставляя под удар армян, проживающих в Азербайджане. Поэтому почему нет? Почему не использовать блокаду, в которой находится Армения, для своих целей? Для пополнения своего кармана, для воплощения своих так называемых грандиозных, в кавычках, идей? Ну давайте продолжим. Теперь посмотрите, что делали власти, возвращаясь к вашему вопросу. Друзья, не просто так это вложилось. В советское время это представить было бы невозможно. Все знали, все помнили, где-то участвовало в интернете. Потому что 7 районов были в качестве предмета для будущего торга. Вот здесь очень важно. Помните, что армяне говорили в отношении этих 7 районов, что это тоже земля Армении? Сейчас же Киасаян четко заявляет, что никакого отношения к Армении эти 7 районов не имеют. Даже близко. Это еще один момент, за который Киасаян на скором времени, наверное, будет судить само же армянство. Продолжаем. С Азербайджаном. Как видите, он открыл Сизован Хиггса. И там инфонаж, анкручок. Открывает целую сси кафедре. И он усадился. Предшеда. Еще раз. Я точно не могу сказать. Здесь еще. Власть стала использовать Победу 94 года. А она скручивалась. То есть мы стараемся для начала, вот это вопрос, и не найдем. Потом это стало неотъемлемой историей. Все время муссировалась вот эта история. Понимаете, да? И слова, и люди, а ты что-то не можешь, что она так, что тебя наоборот завоевали, и так далее, и так далее, и так подобное. Но это другие люди завоевали. Обратите внимание, он говорит, другие люди, то есть подразумевается под другими армянами. Это говорит человек, который старается себя выставить как эксперт, российский эксперт армянской национальности. Хотя, опять-таки, не заканчивал ни политэкономических институтов, ни военных академий. Почему я на этом акцентирую ваше внимание? Это очень тоже не менее важный момент. Не менее важный. Давайте с вами сейчас напомним Киасая, но крайне важное событие. Кто воевал, тире кто осуществлял оккупацию? Кто передавал оккупированные земли армянству? Кто это был? Кто затем стал самым лучшим другом армянского народа? И является врагом России? Потому что он уничтожил вооруженные силы России в свое время. Грачев. Поэтому не надо было намекать на то, что данные земли были захвачены другими армянами, советскими армянами. Они здесь были ни при чем. В большей степени. Я не говорю, были те, кто воевал. Но их было намного меньше. Достаточно вспомнить псковских десантников. Не так ли? Три артиллерийских полка, которые были переданы под руководство армянству еще в 1992 году. Советские еще люди. Понимаете, да, это большая арица. Так, герой Карабахской войны. Про каких героев говорит Киосаян? Про генерала Манвела? Который грабил свою армию и держал людей на привязи? На цепи? Кочарян, который расстреливал собственный парламент? Серж Сарксян, брат которого, Саш, 50% грабил все, что можно было ограбить? О каких героях говорит Киосаян? Бомжей маргиналов. Полностью, окончательно разводил. Я бы коррумпировал армию и силовые структуры. Так, коррумпирование вооруженных сил Армении. Пускай Киосаян ответит. При ком свои грабительские схемы проводил генерал Манвел? Простой вопрос, но сложный ответ. И получилось, что что получилось? А вот пешки урасть, это разлабло, ну куда? А потом, вот, верно, в Москве? Акуда я? Я же включаю, из Армении какой-то, если на чем-то интересуешь. А то, уверен, совсем должен был ли руководителем? Ну, ну, сам, я... Теленур, 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 теленур... так по духу что общего между армении и россии по духу между даже не армении а армянством что общего появление армянской церкви в россии которые были обусловлены ложью которая армянство понавесила русскому царю или может быть вот это близ духовная близость заложена в том что в армянской церкви хранились лось оружие которым убивались скажем так царские представители представители царской россии может быть вот эта духовная близость заключается в уничтожении православных храмов русской церкви на тире на тех территориях которые до недавнего времени были оккупированы данный список я мог бы продолжать до бесконечности напомнить теракты не только тысяча девятьсот семьдесят седьмого года но теракты в поездах восьмидесятые тире в девяностые поезда москва-баку в частности теракт на пароме мог бы напомнить уничтожение российских миротворцев и так далее так а какой особой близости идет речь так мир можно было заключить с меньшими потерями намного раньше а вот здесь киасаян говорит то что разбивает все армянство о чем это я киасаян как все-таки человек обладающий определенным умением прятаться за словами практически заговорил о том что можно вообще было не заявлять о миа цуми об отделении карабаха и тогда вообще не было бы блокады даже однодневной блокады бы не было бы вот прослушайте внимательно когда он говорил о блокаде об ужасах блокады и когда он заговорил о том что надо было раньше заговорить о мире сложите один плюс один и выходит что киасаян как раз таки говорит о том что не стоило изначально армянам выставлять свои претензии выше интересов мира если я не прав поправьте меня вот еще один момент он вообще против войн но почему киасаян в открытую и не скажет хотя с другой стороны понятно почему он только может говорить намеками но намеков очень много в данном случае он против войн то есть он прекрасно понимает что войны были вызваны армянскими сепаратистскими движениями то есть отсюда у меня выходит только одно мнение киасаян глумится над армянскими сепаратистами если я не прав вы знаете что делать давайте я остановлю вот на этом давайте я остановлю вот на этом дорогие друзья очень важный момент опять таки я честно говоря не знаю как относиться даже данному интервью потому что опять таки он он меня удивил главный герой он призывает к диктатуре заявляя о том что армению необходимо очищать чуть ли не каленым железом почему это очень важно потому что у меня по неволе возникает следующий вопрос когда он перечисляет все те организации которые надо выжить из армении каленым железом а стоит ли выжигать дошнаков и прочих националистическую ересь да или нет стоит ли в частности снести памятник нацистскому коллаборационисту горгину нжд вопрос крайне интересный тем более в дальнейшем он заговорит о большем сотрудничестве между россией и армении даже о вхождении армении в рублевую зону то есть насколько я понимаю в этом случае он выступает точно за снос памятника нацистскому приспешнику или ошибаюсь давайте послушаем вот все эти вещи приведение в порядок экономики чтобы эта экономика очень очень быстро в течение полугода начала работать на людей чтобы люди почувствовали точное облегчение возврат полная вот сто процентная операция с Россией во всем против введения рублевую зону вот дорогие друзья рублевая зона то есть заговорив об этом как вы понимаете он уже перечеркнул те армянские замашки касательно горегина нжд но не будут русские мириться с данным памятником но не будут русские кормить армению где будут стоять памятники нацистским преступникам не так ли поэтому я дальше никак не буду продолжать свой анализ меня интересует ваше мнение касательно тех мыслей которые условных мыслей которые озвучил данный в кавычках эксперт жду ваших комментариев лайков дизлайков мне интересно мнение каждого из вас ну а сегодня как я сказал в 10.30 по бакинскому времени вас ждет еще к тому же и прямой эфир всегда ваш Сидов Кемран до свидания дорогие друзья до свидания до свидания До свидания